Нужно будет платить налог на баню, на теплицу, на летнюю кухню и даже на туалет. Должны были самостоятельно сообщить в налоговую о том, что у них есть вот эти вот строения. Налоговики могут брать информацию, по идее, только из двух мест. Ну и, конечно, на все эти строения есть льготы. Друзья, всем привет! С вами канал «Живая русская баня». Меня зовут Владимир Ефремов. И сегодня у нас видео не только для тех, у кого есть бани, а для всех тех, у кого есть какой-либо кусок земли. Неважно, какая это земля. Для индивидуального жилищного строительства, СНТ, либо огородное товарищество. Меня часто спрашивают, когда-либо я начинаю баню строить, либо вообще на канале зрителей, а нужно ли как-то регистрировать баню. Вот построили баню на своем земельном участке и нужно ли ее как-то регистрировать. Я думал, что ее не нужно никак регистрировать и всем говорил, что это подсобное помещение, что регистрация оно не подлежит. Но я был, к сожалению, не прав. С 2018 года Минфин ввел косвенный налог на строения, которые еще находятся на участке. Сейчас помимо налога на дом и налога на землю, нужно будет платить налог на баню, на теплицу, на летнюю кухню и даже на туалет. Но то, про что я вам сейчас рассказываю, я натолкнулся достаточно случайно. Я начал изучать новый федеральный закон, который вступит в силу с 1 января 2019 года. И как громко про него говорят, что дач больше не будет. Покопался в этом законе, особо ничего там такого нету. Про него мы потом отдельно поговорим. А вот о том, что нужно платить налог за туалет типа сортира, меня вообще крайне удивило. Статьи я запоминаю достаточно сложно, поэтому небольшую вырезку сейчас вам прочитаю. На самом деле налог на хозяйственные постройки, про которые я сейчас говорю, 2018 года, о котором сейчас только заговорили, был введен еще в 2016 году федеральным законом от 30 ноября 2016 года, номер 401 ФЗ. Он внес справки в пункт 2 статьи 401 НК РФ, в соответствии с которым все нежилые строения, расположенные на садовых или дачных участках граждан, стали полноценными объектами обложения налогом на имущество. Таким образом и был введен налог на бани, сараи и теплицы. Налоговики сразу же предупредили всех налогоплательщиков о том, что такой налог будет, но это было достаточно тихо. А как известно, налоговая может доначислять вот эти вот налоговые выплаты за последние 3 года. Поэтому вот как раз вот сейчас и начнутся все вот эти вот сборы, потому что налоговая не хочет деньги терять. И вот этот вот период, за который сейчас не было начислено, он будет в экстренном порядке начисляться как раз к истечению этих трех лет. И собственники жилья и вот этих вот всех построек должны были самостоятельно сообщить в налоговую о том, что у них есть вот эти вот строения. Но как принято в России, никто об этом не сообщает. Получается, если собственник этих строений сам даст информацию о том, что у него есть эти строения, то ему будет начисляться меньший налог, чем если налоговая сама определит, что данные строения существуют на участке. А вот как оно определит, сейчас мы об этом дальше и поговорим. Итак, по поводу ставок. Все строения, сараи, бани, теплицы, туалеты, для того, чтобы с них платились налоги, были приравнены к жилым постройкам. И этот налог является местным. Соответственно, власти местного муниципалитета могут сами назначать ставку налогообложения на это строение. По закону, сейчас минуточку, по нормам статьи 401 НКРФ ставка не может быть меньше 0,1% от кадастровой стоимости до 0,3% кадастровой стоимости. Но это если вы сами зарегистрировали, что у вас есть такое строение. Если вы не зарегистрировали свое строение и налоговая сама выявила, что у вас есть это строение, ставка будет максимальная 0,5% кадастровой стоимости. Ну и, конечно, на все эти строения есть льготы. Есть льгота до 50 метров квадратных на одно помещение. Про это я сейчас чуть ниже скажу. Но пока вы сами не зарегистрировали это строение, на него не будет распространяться никаких льгот. Ни для пенсионеров, ни там по поводу 50 метров квадратных. Не зарегистрировали, нет льгот. Если зарегистрировали и подали, что имеете право на льготы, тогда будут уже льготы. Туалет типа сортир. Так вот, по поводу извещений. Гражданин должен до 31 декабря текущего года, года, когда было построено данное строение, известить о том, что у него появилось это строение. И только после этого извещения будет начисляться налог, либо будут льготы. Налоговики могут брать информацию, по идее, только из двух мест. Первое место это Росреестр, но так как этого строения нет в Росреестре, значит оттуда не могут взять. И второй момент, это если вы сами подаете бумагу о том, что у вас есть данное строение. В случае с хозяйственными постройками первый вариант не подходит, потому что сарай, летние кухни, теплицы и уж тем более уличные туалеты типа сортир никто на государственный учет не ставит. А если и делает это, то только для продажи дачного владения. Налогоплательщики пока, как видно, тоже не торопятся сообщать о своих постройках. Еще пока я копал всю эту информацию, наткнулся на такую вещь. Обновление информации. 5 апреля 2018 года газета «Известия» сообщила со ссылкой на ФНС, что налог на сараи, бани, гаражи будет начислен собственникам земельных участков автоматически после постановки данных объектов на учет в ЕГРН. Постановка на учет будет происходить без ведомого собственников, с использованием данных, полученных при помощи аэрофотосъемки с дронов и беспилотников. Если на учет будут поставлены строения, не отвечающие признакам объекта недвижимости, собственнику нужно будет обжаловать это решение, в противном случае ему будет начислен налог. Представляете, дрон пролетел, зафиксировал какие-то строения, вы на них начинаете платить налог. Если этот объект не подходит для налогообложения, вы должны будете подать заявление и обжаловать этот момент. Вот такая вот информация сейчас появилась. Кто еще что-то знает по этой информации, пишите в комментариях. Позже я еще отдельно сниму видео по 217 ФЗ, которое относится к СНТ и к огородным товариществам. Так что, если бы информация была полезна, палец вверх ставим, подписываемся на канал. Всем пока!